всех приветствую мои родные любимые сердце мои дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого благого счастья добра любви мира терпения всего-всего в души ваших дома и в семье и сердца сегодня 3 января у меня сегодня день рождения 37 лет правда этот ролик выйдет позже ролик на свое 37-летие же выпустил 10 лет во христе 10 лет без убийства животных без губления их душ я на своде рождения люблю обычно что-то делать тоже как и в любые все дни работать постараюсь сегодня три ролика записать одна из тем которую вы уже по значку видео и по названию увидели это добрый и злой господь да хочу сегодня об этом поговорить я себе такое планчик набросал у вас как всегда на экране я чтобы познать истину всегда всем говорю о том что надо естественно знать наизусть первые три главы книги бытия но я же понимаете слово наизусть говорю образно не значит надо сидеть их заучить их просто надо постоянно или периодически хотите с постоянной периодичностью их перечитывать ну прям сегодня порекомендую не то что не лишним обязательно надо прочитать пророку иона раз 10 а то и 20 не помешает и естественно евангелие да и новый завет а прежде всего евангелие его надо знать тоже как я говорю наизусть да то есть читать перечитывать изо дня в день ну читать единственное желание единственное желание не по главам конечно же а по эпизодам чем больше тем лучше потому что там евангелие кто смотрел мое чтение знает есть такие спирали бога спираль фибоначчи это от зачатия до рождения до совершеннолетия есть такие этапы в жизни человека каждого вот их надо проходить да но как минимум надо читать конечно же законченными эпизодами речами и прочими вещами да по поводу сущности бога и библии в которой как многие почему-то уверены что читаете библию там вы найдете характер бога то сегодня мы конечно это вопрос в любом случае коснемся никуда не денемся понятно я из проповеди в проповедь повторяюсь библия днесла больше библии это слова человеческие это писание я как на ней написаны библия библиотека сборник писаний сборных книг все эти книги написаны людьми написаны не святыми людьми обычными людьми обычными такими же как мы с вами из плоти и крови мы такие же, как они, обычными людьми, они писали свое мировосприятие, да, Бог открывался людям временно, постоянно, человек святой, так назовем, хотя я говорю, что не святые эти люди, да, но просто особенно Ветхого Завета, там вы знаете, да, святости очень далеко тем людям, и более того, мы понятия не имеем, кто писал ее, надо тоже понять, одно дело, о каких людях написано, другое дело, кто писал, кто эти люди, которые вот и писали, и воспринимали те события, которые описывали, так как воспринимали их они, это надо понимать, поэтому писание написано людьми, написано оно о людях, написано оно о Боге, только в том понимании, как человек видел Бога, вот, она до нас дошла переписанная, переведенная, любой перевод это толкование, поэтому перетолкованная, она до нас дошла специально искаженная, случайно искаженная, в силу человеческого, я говорю, написания, она дошла в нас, сама истина, далеко не в полноте. И самый важный критерий при чтении Библии, это тот, который я всегда показываю, что, если вы обратите внимание, когда я закончу читать первый и, возможно, последний круг Ветхого Завета, единственная книгу бытия, я думаю, что я, конечно, буду неоднократно читать, если Бог благословит на канале, то, кто со мной читал, я это показывал, кто нет, сейчас скажу, может быть, кого-то заинтересует, и кто-то захочет вместе со мной почитать Ветхий Завет, то я вас приглашаю на канал Христолюбия, Библия, Чтение и Написание, там вы все увидите. Если вы обратите внимание, читая первые три главы и дальше книгу бытия и вообще весь Ветхий Завет, вы увидите, что почему-то в первой и второй главе Бог нам показан абсолютным совершенством, абсолютной любовью, абсолютной святостью, добром и всего-всего, и светом, всего-всего, что можно самого святого, светлого и доброго приписать, все это относится к Богу, несмотря на то, что эту книгу писал человек. И кто внимательно исследует то, о чем я сейчас скажу, то есть Библию на предмет того, когда появляется плохой Бог в Писаниях, то он обратит внимание, что плохой Бог в Писаниях Ветхого Завета появляется с тех пор, как что появляется? Появляется не просто грех, грех падения Адама с Евой, первых людей, которые нам описаны в третьей главе, но именно появляется нераскаяние в этом грехе, более того, свершается еще страшнейший грех, помимо нераскаяния. Я все это называю первородным грехом. Это что? Это тыканье Богу. Мало того, что Адам с Евой не раскаялись в том, в чем они согрешили, и если бы они раскаялись, если вы прочтете книгу пророки Ионы, вы поймете, какое бы было дальнейшее развитие событий. Именно поэтому после первых трех глав книги «Бытие» я рекомендую обязательно прочитать книгу пророки Ионы, что скоро мы будем делать, поэтому кто еще ее не читал, никогда не слышал или читал, ничего там не понимал, я всех приглашаю. А, ну простите, это я сам буду читать. Вы увидите эти книгу буквально через полгода, потому что я читаю и выгружаю их запланированно. Да, ну когда на день, может быть, кто-то через полгода этот ролик будет смотреть, уже эта книга, книги пророка, может быть, будет как раз скоро выходить, а может уже будет опубликована на моем канале «Христа любибли» и чтение на их писании. Там вы все узнаете. Прочитав книгу пророки Ионы, вы можете узреть, вы знаете, как есть после отснятых каких-то вышедших во свет фильмов в человеческой истории, или книг, да, даже прежде еще фильмов, ну сейчас кинематограф, естественно, есть, в старые древние времена были только книги, да, то последователи, люди, да, бывали записывали, ну раньше книги писали, сейчас ролики снимают, фильмы, да, иная история конца, да, то есть как бы могло закончиться или мог закончиться фильм по-другому, да, вот если бы, если бы что-то там случилось. Вот книга пророки Ионы открывает нам тайну того, что бы произошло с первыми людьми, в частности с Адамом и с Евой, если бы они раскаялись. Мы бы увидели опять абсолютно благого Бога, имя которому любовь. Именно поэтому я всегда говорю, что Бог неверный своему слову. Он сказал, в кусте смерти умрете, а они вкусили и не умерли. Потому что умирает человек не тогда, когда он впервые вкушает грех, а тогда, когда он занимается либо рецидивом, то есть повторяет, познав грех, зло от этого греха, что делает, продолжает его творить. Или когда, что он делает, уже либо случайно, либо специально, осознанно повторяет это, да, вот, либо не раскаивается в этом грехе. Когда появляется плохой Бог? Именно в этом, именно в этом. Причем это он нам как бы описан, что его Адам с Евой, первые люди, так скажем, называют плохим. Это же ты, вместо того, чтобы раскаяться. Я говорю, почему их даже разделить невозможно. Вот это вот нераскаяние своего греха, описанное в третьей главе книги «Бытие Адама и Евы». И тыканье и обвинение Бога в том, что это он, негодяй, все так сделал, что вот они нехорошие сотворили зло. Это нераздельные вещи. Потому что кто-то должен быть, кто-то должен отвечать. Кто-то должен ответить за это. Ну и Адам с Евой находят Крайнего Бога, конечно же, да. Это ты пустил змея в рай. Ты его вообще создал, пустил. Это ты мне дал жену эту, да. Вот. В общем, ты плохой, ты создал рай, создал это древо познания лже-добра, которое, по сути, зло просто в красивой обертке, да. Запретил мне вкушать зло. Это ты нехороший Бог, а я ягненок непорочный. Да. Именно с этих времен вы увидите, что дальше у нас на сцене нашей человеческой истории появляется плохой Бог. И я всем говорю, именно этот первородный грех, просто я ему даю такой эпиграф, эпитет, как хотите. Это Бог плохой, а я хороший. Вот. Я хороший, Бог плохой, да. Я ягненок, Бог сатана. Вот. Бог убийцы, я говорю, да. Вот эта жертва ни в чем не повинная. Именно этим грехом написаны все книги Библии. Кстати, даже Евангелие зачастую. Вот. Может быть, сейчас вам это корежит слух, но даже Евангелие написано обычными людьми, да. Евангелистами, апостолами, как хотите. Вот. Даже там есть отголоски этого первородного греха. Бог плохой, а мы хорошие. Даже там. Сегодня мы о них, конечно, говорить не будем. Это будет слишком большой, длинный материал. Ролик. Кто меня постоянно слушает, тот все это знает. Я хочу вкратце, как я не умею, это сделать, да. Вот. Поэтому, конечно, основная сегодня мысль, с которой постоянно говорю, это... Бог плохой, а я хороший. Как бы это сейчас не звучало грубо, и вы мне скажете, это какое-то отношение имеет вообще к христианству. Разве так? То не я вас уверяю, а вы сами знаете. Вкусив немножко псевдо-христианских сект, православие, католицизм, протестантизм, вы все знаете, что там всегда выставляется Бог плохим, а я хорошим. Бог посылает всех в ад, хотя не Бог посылает, люди сами туда идут, да. Алкоголик идет куда? Ясно куда. Где разливают? В разливуху. Куда идет спортсмен? В спортзал. Куда идет ученый? В научный центр. Куда идет книжник? В библиотечный зал. Мы все идем туда, мы куда хотим, и там, где такие же, как мы. Бог никого в ад не посылает, да. Бог никого не судит. Об этом сам сказал Иисус. Но псевдо-христианские секты утверждают, что Бог судья, да, вот, Бог всех накажет, плохих, всех добрых, якобы добрых, по сути, просто верующих в Него простит. Это чушь собачья, это никакого отношения к Евангелию Иисуса Христа, Бога, явившегося во плоти, к истине не имеет отношения. Покажу я это на примере нескольких сегодня. Мы видим первую главу книги «Бытие». Бог творит абсолютное райское блаженное мироздание. Рай, Эдем, как хотите, Эдем в раю. Там все эти слова «сад» перекликаются, неважно. Бог творит абсолютно благо, счастливый мир, мироздание, природу бытия, да, где никто никого не убивает, не приносит страдания, не мучает, не насилует, не пожирает, да, живые души. Что нам описано в девятой главе книги «Бытие», что якобы Бог, Бог, который все признают, в основном все религии, когда пишут теоретически, раздельные теоретические какие-то истины. Конечно, вам даже православие, католицизм противостоит, скажут, да, да, Бог благ, Бог благой, да, 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 Бог благой и неизменный, конечно, да, да, да. Когда ходит до дела, оказывается, Бог в первой главе сказал, чтобы всякий человек ел все, что падает с деревьев и растет из земли, из-под земли или на земле, всем животную дал всю зелень травную, оказывается, в девятой главе. Несмотря на то, что это не Бог им разрешил убивать животных, приносить их в жертву, пожирать их не трупы после их убийства, оказывается, все допотопное человечество это делало, то есть грешило. После потопа, оказывается, то ли Ною померещилось, то ли автор, который все это написал, решил, что это якобы Ной услышал повеление и зовет с Богом, то ли это Ной решил устанавливать новые человеческие заповеди, законы не Моисеева еще пока, а Ноя, вот, сам также убивая этих животных, принося их в жертву, он решил, да ладно, что там, вот, то мы решили, что это Бог такой плохой. Заметьте, у нас какой-то странный Бог, но не у нас, у меня не такой, это у вас такой, у 95%, а то у 99% псевдо-христиан, у них почему-то Бог в первой главе хороший, а в девятой главе почему-то, почему-то животных, которые беззащитные, которых он создал для радости человеку, у которых живые души, которые чувствуют, переживают, рожают, воспитывают своих детенышей, Почему-то Бог не человек плохой, а Бог плохой. Причем, заметьте, если даже вы ссылаетесь, когда вы убиваете беззащитных животных и пожираете их трупы, если вы даже ссылаетесь на девятую главу, То, заметьте, Бог как бы лишь отдает их опять в руки, как зелень травная. Он отдает, но ты остаешься свободным выбирать, убивать тебе или не убивать. Даже если более-менее, хотя бы так, немножко, если в вашем сердце есть хоть изюминка, хоть лучик света, то, в принципе, Бог-то вам не приказал, а лишь дал еще больше простор выбора, хотя Бог не дает выбор творить зло. Зло остается злом. Неважно. Древо познания лжи, добра и зла, оно как было, так и осталось. Или вы думаете, что Бог вместе с человеком меняет свою природу? Значит, человек начинает творить зло, и Бог такой же становится злым. А мне кажется, что когда человек меняет свою природу, становясь злым, в его глазах и Бог такой же. Ему же надо себя оправдать. Вы не думайте, что Ной оправдал себя? Ведь мы же видим, что он убивал этих животных, принося их в жертву и пожирая их. А мне кажется, что Бог Ноя – это не настоящий Бог. Мне вот не кажется, я знаю, что Бог Ноя, якобы, который с ним заключил завет, это не истинный Бог. Это не Бог неба и земли, который создал эту землю, где должно было процветать и расширяться только любовь, радость и мир. Какой-то странный у вас Бог. Он в первой книге «Бытие» так делает, а в девятой уже делает, позволяет людям, то есть учит людей злу. Хотя он не учил. Хорошо, он разрешает. Разрешите он что-то научить, потому что дальше это читают кто? Те люди, которые рождаются на земле, им уже преподносятся, что это Бог так сделал. Разве это в нормальной голове у нормального человека уложится? Нет. В раю никто никого не должен был убивать, мучить, насиловать. Что делает Каин после грехопадения Адама с Евы? Убивает Авеля. Разве Бог плохой? Да нет. Смотрите, какой хороший Бог. Он не то, что убивает Каина, казалось бы. Око за око, зуб за зуб, да? Он не то, что не убивает Каина. По справедливости же надо же убить убийцу. Нет. Более того, мы видим, Бог никому не позволяет его убивать. Более того, мы символично считаем, что Бог полагает какое-то знамение. Неважно, что это такое. Духовно это понимать как-то надо. Или прям по телу у него какое-то знамение было. Не суть важно. Могло быть и то, и то. Более того, Бог начинает действительно людей воспитывать немного страхом и говорит, что тем, кто убьет Каина, отмстится в Семеро. То есть, Бог, оказывается, не хочет кровной мести, несмотря на то, что Каин, причем Бог его отговаривал, как мы с вами помним, читаем, да? Убивай Авеля. Разве Бог вносит нам закон мести, убийства? Нет. Мало ли что сделал Каин. Он говорит, вы-то не делайте этого. После потопа. Хотите, Бог, хотите, Ной. Заключает завет с Богом. Не Бог только с Ноем, а Ной завет с Богом. Я, типа, людей, что говорит Ной? Убивать, типа, детей, так как он один остается на земле. И все, кто еще есть люди, это его дети со своими женами. Он, естественно, какой закон дает? Брат брата да не убьет. Всякая кровь да взыщется от руки брата. Никого нельзя убивать. Все люди на земле, братья и сестры. Все от одного Ноя хотите, хотите от одного Адама. Или от одного детей Ноя, от трех братьев. Или от одного Ноя, или от одного Адама. Мы все. Никого убивать нельзя. Разве люди делают так? Ничего не делают. Бог разве учил кого-то и приказывал, давал заповедь убивать? Нет. Все убийства, которые потом происходили от Ноя до Моисея по всей земле, когда люди расплодились, Бог в этом зле участвовал? Нет. В общем, когда появляется Моисей на арене человеческой истории, оказывается, у нас опять плохой Бог, и Бог учит убивать. И, казалось бы, вот многие ли вдумывались? Мы очень любим цитировать детей своих, учит десятисловие Моисеева или заповеди Божьих. Пытаются заповеди Божьи, чего я только не слышал. Это типа закон Божий? А да, есть закон Моисеева, есть кто так отделяет. А я говорю, вы лжецы, ничего у вас не получится отделить. Если вы прочитаете десятисловие, то вообще-то, которые, вроде как, тоже Моисей принес, нам сказано, да не будет у тебя других богов, да, не произноси имя Божье в суе, почитай субботу, но, какая у нас четвертая заповедь, пятая заповедь, не убей, да, не укради, не лжасвидетельствуй, да, не пожелай ближнего жены там и все это прочее. Слушайте, вроде как убивать нельзя, четко и по-русски сказано. Вот кто это сказал? Бог Моисеев. Сам Моисей это придумал? Вообще, как это понимать? Это все, на этом все, или надо еще эти расшифровать заповеди? Ну, если бы на этом было все, я всем всегда говорил, слушайте, ну, вроде бы ничего, хотя бы не, во-первых, тут мало чего говорится о добре, то есть, говорится, чего только не надо делать, ничего не говорится о том, что надо делать. Разве Бог такой? Разве Бог не учил Адама с Евой первых людей возделывать и хранить? То есть, трудиться, да? Слушайте, ну, оказывается, не убей-то, оказывается, не не убей, а пожалуйста. Другому Богу поклонился? Убей. Произнес имя Божье в суе? Убей. Не соблюл субботу? Собрал дрова? Убей. Украл? Убей. Изменил жене или мужу? Убей. Так что же это за не убей-то? Вроде как не убей, но если сделал ту же самую, казалось бы, не прелюбодействуй, но и не убей. Но если спрелюбодействовал, убей. Странный закон. От Бога? Нет. Обычный закон Моисеева. Обычный закон обычного человека, который думал, что так можно спасти человечество от полного ада, который был до потопа. А до потопа он был, неважно, сказал это кто-то не был. До Моисея после потопа. Этот же ад был на земле. Кого хотели, убивали. Что хотели, то и делали. Хорошо, Моисей этот закон придумал. Его соблюдали. Да нет, все то же самое. И даже, вернее, соблюдали, убивали и своих собственных родственников за то, что они палочки в субботу собирали. Идолам поклонялись. Что это дало? Как сам Господь, как они не скрывают, в тех же самих писаниях написано, что они стали и были на самом деле еще хуже, чем те народы, среди которых они жили. Что дает закон человеческий? Меняет он сердце человеческое? Нет, ничего не меняет. И очень странно, я говорю, Бог. Бог, который в раю не позволяет никого убивать. Бог, который не позволяет убивать Каина, который убил Авеля. Бог, который не позволяет убивать друг друга, людей, завещая эту Ною его детям. Почему-то Моисею он уже говорит, ну хорошо, давай всех вырезай. Вырезай все окружающие народы, хотя все от Ноя, все от Сима, Хама и Афета. Но почему-то сразу, почему-то там Бог какой-то странный, вам не кажется? Библейский Бог, как его называют. Вы подумайте над этим. Вам не кажется, что-то не в порядке? А мне кажется. Вы знаете, мне единственное, жалко людей, которые отрекаются от христианства, от Библии, глядя на все вот это вот. А я всем даю золотой ключик для познания истины. Да это просто люди все написали. Это у людей Бог плохой. Это люди написали эти бумажки своим видением, естественно, первородным грехом. Бог плохой, а мы хорошие. Это люди вам переписали эти. Это люди вам их перевели. Эти люди вам их перетолковали и натолковали. Эти люди собрали эти бумажки в один корпус. И на этом же корпусе, на котором написано просто собрание этих бумажек, назвали их Словом Божьим. И вы, и вас этим зазомбировали, и вы на это повелись. И вы просто съели не ту приманку. Вот и все. Вы просто попали не туда. Вы попали просто в систему лжи. И, к сожалению, отваливаетесь от истины. Все, что писание написано в Ветхом Завении собрано, Ветхозаветное Писание собрано, Новозаветное Писание, это обычные исторические книги, из которых это поле с плевелами и пшеницами, из которых мы должны что? И собрать пшеницы в сокровищницу сердца своего, а все плевелы выбросить и сжечь огнем неугасимым. Вот и все. Вот и все. Почему-то, когда теперь до Иисуса доходим, да, тоже скажем, почему-то, когда Иисус приходит на землю, никого не убивает, никого не судит, никого не наказывает, уже мы читаем книгу пророка, потому что книга Откровения написана не самим Иисусом, вы прекрасно это знаете, кто ее знает, она написана точно таким же духом, точно таким же человеком, как написаны все пророки Ветхого Завета, то там уже Иисус придет, всех убьет, там правда написана, абсолютная правда. Исторические события, как они описаны в книгах Ветхого Завета, абсолютно правдивые. Книга Откровения, естественно, я не отрицаю, как и все книги Ветхого Завета и Нового, Ветхого и Нового Завета, но я не должен смотреть глазами этих авторов на истину, потому что эти люди не святые, а обычные люди. Я понятия не имею, никто вам до сих пор не ответит, откуда вообще взялась книга Откровения, кто этот человек, вы что, почему-то называете Иоанна Богослова, где написано, что это Иоанн Богослов, где в книге Откровения, как в его посланиях и уж тем более Евангелии, сам себя Иоанн называют любимым учеником, разве книга Откровения так написана, разве там этот некий, все, что там совпадает, это имя Иоанн, но вы знаете, имя Иоанн среди евреев такое же распространенное, как Ешева, Мария, а как русские имена, наверное, Дима, Сережа, Петя и Вася, вот, вы знаете, поэтому думать, что это один и тот же Иоанн, только потому, что употреблено там это имя, это, конечно, большое заблуждение и большая глупость человеческая, вот, имя Иоанн, употребляемое в книге Откровения, еще не говорит о том, что это тот Иоанн Богослов, апостол любви, который был прямым учеником Иисуса. Нигде на это прямых ссылок, объективных доказательств этого нету. Одно слово Иоанн, это лишь субъективное, но я могу, конечно, узнав, что вроде как это откровение дано Иоанну, думать, что это Иоанн Богослов, но это лишь мое субъективное мнение, это не объективное мнение, это не объективное доказательство. Иоаннов было полным-полно, нигде больше никаких свидетельств о том, что это тот Иоанн самый, который ходил с Иисусом, который был его любимым учеником, как это в Евангелии, сам о себе, правда, Иоанн говорит тогда, этому больше нету. Вам не кажется, что какой-то разный Иисус пасти будет джезом железным? Вам не кажется, что Иисус в первое пришествие, а в второе будет абсолютно одинаковым? И что точно так же, как и о первом пришествии, если вы читали пророк Ветхого, за это вы удивитесь, все время он будет показан таким Богом, в ярости и гневе, сошедшим на землю, причем речь будет не о втором, а именно о первом. И мы с вами этих пророков будем читать, а может быть, когда вы будете смотреть ролик через полгода, через год, или через 10 лет после его выхода, я говорю, записываю его 3 января 2020 года, вот, уже все эти пророки будут у меня записаны на канале Христолю Библии, чтения иных писаний, то вы убедитесь, что о первом пришествии Иисуса Христа, Бога, вернее, на землю, так скажем, да, потом его назвали Иисусом Христом, вот, то какое оно было, что Бог во гневе все, все эти пастыри ленивые, пьяные, лукавые, все тоже получат по делам своим, но мы видим, каково было пришествие, первое пришествие Иисуса Христа, и для чистых сердцем, для добрых, светлых, святых людей, понятно, что и второе пришествие будет, кстати, точно таким же, да, вот, а вот, Бог, я говорю, в Евангелии хороший, но в оконцовке будет всех на вечные муки в ад посылать, это не так, Бог неизменяемый, Бог абсолютное благо, но Бог, это наш творец и создатель, наш родитель, он нас воспитывает, поэтому единственное, с чем я соглашусь и всегда говорю, это, ну, я вот тут итог такой написал, да, мой Бог не такой, мой Бог любовь, никого не судящий, ибо насильно природу не изменить, так как человек свободен, но мой Бог воспитывающий родитель, естественно, Бог никого не судит, Бог никого не наказывает, никому ничего не воздает, потому что это невозможно, поменять природу человека без его желания даже Бог не может, это тот камень, как я всегда напоминаю, известную мудрость древних философов, издевающихся над верующими людьми, может ли Бог создать камень, который не может поднять, да, Бог такой камень создал, это человек со свободной волей выбора между добром и злом, Бог его создал, но Бог его свободу не нарушает, но Бог воспитывает человека, Бог учит человека, как в писании написано, отец или мать воспитывает и учит сына или дочь детей своих, вот это действительно Бог, поэтому Бог может на нас действовать, Бог нас специально после грехопадения первых людей, когда они решили не раскаяться и упорствовать в своем зле, поместил в пространственно-временное измерение, в котором мы сейчас с вами живем, оно конечное, оно смертное, оно тленное, оно ограничено пространством, тремя хотите, осями его, да, вот в этом пространстве мы учимся и воспитываемся, вот, хотите это детский сад, хотите это школа, вот, хотите институт, но мы здесь живем, воспитываемся, взрастает, и Бог действительно через эту плоть, через всякие события, вот, через других людей, через природу, через животных, может воздействовать на наш выбор, он и воздействует, обучая нас, естественно, вот, но в оконцовке мы всегда остаемся свободны избирать между добром и злом, даже перед страхом, чего самого крайнего, это конца смерти, да, мы можем до смерти укосневать во зле, и мы можем до смерти действительно стоять и пребывать в истине, вот, так что вот так вот, поэтому мой Бог, не ваш Бог, я вот в плейлисте 2020, который начал вот с этого Нового года, сейчас вот опять поговорю таким свободным, вольным языком на эту тему, естественно, все я это показываю в Писании, я говорю, при этом, что Писание написано грехом, человеческим языком, греховным языком, человеческим, да, вот, вот таким вот зачастую греховным, извращенным пониманием о Боге, какой повод и смысл от него отрекаться, из этого просто надо делать выводы, Библия, Писание, все Писания, которые там собраны, вообще вся Библия одним словом, одним языком, или одним словом, я даю такой евангельский образ, какой дал нам Иисус, это поле, с плевелами, пшеницами, вот и все, когда вы это поймете, все останет на свои места, все вам тайны откроются, все тайны, все тайны станет явно, истинным, и все сразу разумеете, и поймете. По поводу воспитывающего отца, и нас, воспитуемых, обучающих детей, как раз я последовательно запишу следующий ролик, так его назову, Отец и Сын, но правда и Духа Святого сюда возьмем, опять я скажу о Троице, вот, иногда приходится говорить на эти темы, отвечать на вопросы, вот такие, ну давайте об этом уже в следующем ролике, а здесь я уже об этом поговорил, надеюсь, в простоте слова, до вас что-то дошло, в разных роликах я по-разному говорю, об этом я уж тоже не раз говорил, Бог это все самое светлое, все самое чистое, вот, а все, что написано в бумажках, это лишь бумажки, написанные людьми, оттуда извлекайте, пользую и не пользую, все, на сегодня у меня все, всех рад был повидать, всех по-братски, целую и обнимаю, желаю всего самого доброго, до встречи в следующих роликах, пока-пока,